Во второй день работы промышленной выставки у делегации Ростовской области не менее насыщенная деловая программа. Губернатор подписал соглашение с Россельмашем о строительстве тракторного завода в Ростове. На церемонии подписания документа присутствовал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Это будет первый тракторный завод, построенный в постсоветской России. Его стоимость 6 миллиардов рублей. В области комфортно работать, удобно и перспективно инвестировать, интересно создавать рабочие места, тем самым повышая благосостояние людей. Новое промышленное предприятие будет расположено рядом с основной площадкой Россельмаша. Строительство начнется уже в июле. Мы планируем в ближайшие 4 года освоить, поставить на производство и поставлять российским фермерам тракторы в классической компоновке мощностью от 170 до 390 лошадиных сил. И поэтому было принято решение построить абсолютно новый тракторный завод, на котором будут производиться все модельные ряды тракторов. В 2023 году производство тракторов планируется вывести на проектную мощность. 3000 машин в год. Завод будет выпускать 5 серий тракторов. Зелени, между прочим, ждут. Когда им говоришь о том, что мы будем производить трактора очень широкой линейки, они говорят, нам это нужно. Главное, что очень хорошо об этом отзываются те, кто за штурвалом комбайна работают. Качество, удобство, работают с удовольствием. Еще одно соглашение также в присутствии главы российского Минпронторга Донской губернатор подписал с итальянской компанией НЛ. Они уже запустили ветропарк в Азовском районе. Планируют построить в Ростовской области еще один. Когда у нас есть полное понимание и взаимопонимание, грех не воспользоваться этим накопленным опытом и не замахнуться на еще большее. Сегодня мы подписываем меморандум о намерениях развития второго ветропарка в Ростовской области. Он будет больших размеров. На самом деле это продолжение нашей программы, которую мы реализуем уже несколько лет. Цель к 2024 году Ростовская область будет иметь в целом по энергетике зеленой примерно 1 гигаватт. Это возможности на самом деле использовать зеленую энергетику, создать новые условия для реализации национального проекта «Экология». И мы движемся уверенно в этом направлении. О развитии ветроэнергетики на Дону Василий Голубев подробнее рассказал Денису Мантрову в ходе осмотра экспозиции. Наш слоган в этом году – Ростовская область, растим промышленность. И это действительно удается. За последние 10 лет промпроизводство выросло втрое. Сейчас наш регион входит в лучшую двадцатку по эффективной реализации промышленной политики. Сегодня Василий Голубев также провел ряд деловых встреч. С вице-президентом Венгерско-российского комитета при Торгово-промышленной палате в Венгрии обсуждались вопросы развития здравоохранения и ЖКХ. Мария Индрикова, Андрей Токарев, ДОН-24, Екатеринбург.